В кинотеатре «Полярный» в новогодние праздники вышло в прокат сразу несколько картин отечественного производства, два из которых были созданы при поддержке холдинга ВКТРК. Это продолжение семейного кино «Последний богатырь. Посланник тьмы» и драма «Чемпион мира». В ряду первых премьерные кинокартины смогли увидеть зрители Чукотки. «Последний богатырь. Посланник тьмы» – сказочный фильм о приключениях современного богатыря Ивана. В поисках злодея, похитившего его невесту, он вместе с героями старых русских сказок оказывается в современной Москве. Для жителей сказочного Белогория этот город явился странным волшебным миром с непонятными технологиями и людьми, бок о бок с которыми спокойно существуют и бывшие жители сказочного города, в том числе и «Жар птица» в роли Филиппа Киркорова. В Анадорском кинотеатре каждый сеанс показа фильма российского диснеевского подразделения стал аншлаговым, и сегодня он уже приближается к лидерам проката. Сказочная история о любви, победе над древним злом и борьбе посланника тьмы самим собой не оставила равнодушными и анадорских кинолюбителей. И взрослые могут посмотреть, и с детьми прийти, потому что прям отдыхаешь на этом фильме, очень хороший фильм. И герои такие хорошие, хотя и там и добро, борется со злом, но все равно добро всегда побеждает. Нашел Филиппа Киркорова, украл яйца. Еще они взяли время, чтобы попасть в прошлое. Зло была его мама, а добро был его сын, и он победил тьму. Почему? Интересная такая постановка, загадочные, мистические всякие герои. Особенно нам понравился пузырик. Водолей, который такой весь позитивный. Который этот родитель? Да. А мне колобок. Колобок, да. Не меньше интерес зрителей вызвал и вышедший в прокат в канун Нового года фильм российских кинематографистов «Чемпион мира». История о легендарном сражении 1978 года за шахматную корону между Анатолием Карповым и переписчиком из СССР Виктором Корчным, выступавшим за Швейцарию. Кинолента о партии на первенство мира, закрученную в сложный политический детектив, на всем протяжении держит в напряжении. И заставляет даже совершенно незнакомых с шахматной игрой людей поволноваться. Я прям почувствовала сопротивление против друг друга, соперничество. Потом он прям выхватил, психологически его заставил в партии последней, перед тем, как он сдался, его соперник. И он прям вывел его психологически, чтобы он больше не играл. Все прошло прям как одно умерение, в таком напряжении, в таком, это фильм замечательный. Тут, чтобы побольше, привозили таких вот наших фильмов, наших, российских, советских, а не... Фильмы, скажем так, нашей жизни в детстве. То есть мы вот это все переживали, когда смотрели на черно-белом экране. А во-вторых, ну, российское кино, вот что, что исторические фильмы, которые, ну, скажем, были в действительности, они все отличные, что про космонавтов, что про спортсменов. Ну, конечно, переживали, потому что, ну, это, я говорю, наши умеют, такие фильмы снимать умеют. Оба фильма были сняты при поддержке телеканала «Россия». Посмотреть их можно до окончания новогодних каникул. На Чукотке билеты на сеансы раскупают буквально за считанные часы. Анастасия Сертун, Александр Кузьминов, Вести, Чукотка.